Положим на электрическую плиту диралюминиевую пластину и начнем ее нагревать. Капнем на пластину водой из шприца. Капля шипит и быстро испаряется. Нагреем пластину сильнее. Теперь вылетевшие из шприца капли скачут по ее поверхности. А если поднять температуру пластины еще выше, поведение воды резко меняется. Теперь она собирается в большую каплю, которая имеет форму подушки и может лежать так несколько минут, пока не испарится. Это явление, знакомое каждой домохозяйке, названо в честь немецкого ученого-медика Иоганна Лейденфроста. Вода внутри капли нагрета практически до температуры кипения. Но она не кипит, а испаряется с поверхности. При этом под каплей возникает паровая подушка, давление водяных паров в которой чуть выше атмосферного. Избыток этого давления и удерживает каплю на весу. Тепло от плиты поступает капли за счет теплопроводности пара, поэтому вода продолжает испаряться. Возникающий пар растекается из-под капли, как воздух из-под судна на воздушной подушке. Капля воды будет иметь такую же форму, если поместить ее на несмачиваемую поверхность. Вода под действием силы тяжести хотела бы растечься по поверхности, но ее удерживают силы поверхностного натяжения. Здесь мы можем сделать каплю сколь угодно большой. Но попробуем сделать большую каплю на нагретой плите. Когда диаметр достигает 2 см, в центре капли возникает паровой пузырь, который прорывается наружу. Когда пузырь вырывается наверх, капля начинает пульсировать или вращаться. Меньшие капли тоже могут пульсировать, принимая форму многоугольной звездочки. Это хорошо видно в замедленной съемке. Вот треугольная звездочка, четырехугольная, пятиугольная и шестиугольная. Объяснить, как возникают и поддерживаются эти колебания, совсем непросто. И у физиков до сих пор нет общепризнанной теории на этот счет.